Девушки отдыхают Громкое заказное убийство. Профессиональный разведчик Юрий Альшуль не заметил киллеров, которые открыли перекрестный огонь по его автомобилю. Беспрофективные выборы. Фамилия Альшуля уже была внесена в бюллетене. Голосование назначено на воскресенье. Американский флаг исчез с создания консульства. На Урале усиливаются антинатовские настроения. Голодной смертью под землей больше некого напугать. Только 11 метров строятся, пока продолжают акцию протеста. Сифилис у этого мальчика выявили случайно на школьном медосмотре. Уже в стационаре удалось установить, что болезнь перешла в тяжелую форму. Врачи утверждают, что в России началась эпидемия сифилиса. Дети, страдающие вен с заболеванием, сегодня в специальном репортаже новостей. Главное событие дня. Сегодня утром был убит Юрий Альшуль. Автомобиль, который вез его на работу, буквально изрешечен пулями. Милиция строит первые версии, и никто не сомневается в том, что это очередное громкое заказное убийство. Алена Вагельман с места преступления. Юрий Альшуль расстреляли во дворе 180-й школы, что в Ботаническом районе. Именно здесь проходила дорога, по которой каждое утро его забирали из дома. Альшуль ехал в сопровождении водителя и охранника, и сидел на заднем сидении БМВ. Преступники прятались за зданием школы. Когда машина вырулила из-за угла, они открыли перекрестный огонь. Стреляли из автоматов Калашникова, которые затем бросили на месте преступления. Один с глушителем, один без. Стараясь уйти от пуль, водитель БМВ свернул с дороги и врезался в фонарный столб. Услышали две очереди выстрела. Ну, дверь открыли. Увидели только, что вот машина сюда врезалась. И двое туда убежали, юношей. Так лет 17-18, может быть. Ну, больше ничего. Вот эти двое, которые убежали, как-то одеты были? Да, в черном были, без масок. В черном были, вот туда за угол ушли. Двое убежали, потом через минуту выехала оттуда машина. Откуда? Из-за здания. Из-за школы. Из-за школы. Преступники скрылись на белых жигулях в сторону центра. Уже через полчаса машину объявили в розыск. Благодаря показаниям свидетелей удалось записать ее номер. Разыскивали белую девятку АН или АМ-752. Те же случайные свидетели вызвали милицию. Позвонили и сказали, что кто-то стрелял в школьном дворе, проезжающую мимо машину. О том, что убили именно Альшеля, стало известно намного позднее. Когда на место происшествия приехали врачи скорой помощи, Юрий Альшел был уже мертв. Его буквально изрешетили. Пули попали в спину, в грудь и в голову. Охранник Альшеля, который находился на переднем сиденье машины, с несколькими пулевыми ранениями доставлен в больницу. Как выяснилось позднее, в больницу увезли обоих сопровождающих днем от большой потери крови и ранения в легкой скончался 24-летний Олег Карандашов, брат жены Юрия Альшеля и по совместительству его охранник. В живых остался только водитель БМВ, 23-летний Дмитрий Пантюхин. Его состояние врачи оценивают как стабильное. В реанимации выставлена охрана. Убийство Юрия Альшеля хорошо спланированная профессиональная акция. Двор дома, где он жил, полностью просматривается видеокамерами. Поэтому, скорее всего, решили стрелять по дороге. Говорят, Юрия Альшеля не раз предупреждали, что этот путь очень опасен. Здесь есть где спрятаться, но некуда отступать. Бывший спецназовец, ныне руководитель охранной фирмы, он надеялся на свои силы. В офисе Фонда социальной защиты инвалидов спецподразделений, руководителем которого был Альшель, сегодня просто не поверили, что их шефа могли вот так застрелить на улице. Слухи могут ходить разные. Именно охранный бизнес рассматривается в качестве одной из рабочих версий убийства. В свое время Альшель и его люди обеспечивали защиту многим известным людям, например, Павлу Федулеву. Именно связь с ныне арестованным бизнесменом, по неофициальной информации, главная версия следствия. Хотя официально Альшель порвал с Федулевым в конце прошлого года, он остался одним из людей, его окружение, тех, кто слишком много знал. Последней опорой Юрия Альшеля был начальник управления по борьбе с организованной преступностью Василий Руденко. После его отстранения от должности, положение Альшеля оказалось крайне шатким. Свою семью он уже давно отправил в Краснодар. Сам ездил с охраной. Почерк сегодняшнего преступления очень похож на убийство Касинцева, Вагина и Малафеева, которые сегодня инкриминируют Уралмашу, конкретно так называемой бригаде Курдюнова. После задержания последней по оперативной информации, на Уралмаше сформировалось новое подобное подразделение. Убийство Альшеля, но не считают его премьерой. Лидер Уралмашевского экономического сообщества Александр Хабаров сегодня поспешил выступить с устным опровержением причастности Уралмаша к этому убийству. Лично я с Альшелем не знаком, наши деловые интересы никогда не пересекались. Убийство как решение проблемы осуждаю и не приемлю. Конец цитаты. Правоохранительные структуры от комментариев неофициальных версий сегодня отказались. Алена Вагельман, Артем Чичулин, новости 4-го канала. Юрий Альшель был зарегистрирован кандидатом в палату представителей по Орженкидзовскому округу. До выбора в этом округе были назначены на нынешнее воскресенье, и сегодняшнее убийство может оказать влияние на результаты голосования. Орженкидзовский округ уже имеет все основания претендовать на звание самого опасного. Год назад, накануне выборов, там убили кандидата Георгия Степаненко. Теперь расстрелян кандидат Юрий Альшуль. Юрий Альшуль в качестве кандидата в депутаты в Орженкидзовском округе выступал в третий раз. В августе 98-го года он был вторым, уступив кандидату от МДНГ. На этот раз политологи пророчили ему чуть ли не победу, говоря, что в последнее время Альшуль значительно поднялся как публичный политик. Тем более, что предвыборная программа бывшего спецназовца строилась на утверждение, что пора объявить войну организованной преступности. Поговаривают, что Альшуль просил свой предвыборный штаб нанести на агитационную листовку только одну фразу «Я против мафии». Между тем, в сообщениях информационного агентства «Регионинформ» говорится, что Альшуль не возлагал больших надежд на предстоящие выборы. Избирательный бюджет был минимальным – 10 тысяч рублей. Только на листовке. У Юлия Альшуля были очень хорошие шансы победить на выборах в Аджиникидзовском округе, в областное законодательное собрание. Но никаких шансов стать депутатом областного законодательного собрания. Поскольку очень сомнительно, что удалось бы набрать достаточное количество избирателей. В округе зарегистрировано 169 тысяч избирателей. 4 апреля они вновь должны будут сделать свой выбор. Однако политологи уверены, что выборы вновь не состоятся. Низкоактивность местного электората уже провалила несколько компаний. Сегодня в избиркоме состоялось совещание, на котором было принято решение об исключении кандидата Альшуля из бюллетеней и протоколов в связи со смертью. На избирательных участках избирательной комиссии при выдаче бюллетеней будут вычеркивать фамилию Альшуля Юрия Евгеньевича из избирательного бюллетеня. Ситуация марта 1999 года очень похожа на март прошлого года, когда был убит кандидат в депутаты Степаненко. В избирательном штабе Альшуля говорят, что накануне убийства никаких угроз в адрес кандидатов депутата не поступало. Вчера был бодр и готовился к сегодняшнему выступлению в эфире Свердловской государственной телерадиокомпании. Что конкретно хотел сказать на телевидении бывший капитан спецназа, неизвестно. Виктор Кузьмин, Сергей Дегарев, Новости 4-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова